Стоп, 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 друзья! Для того, чтобы качество контента росло, идеи были масштабнее и мы были ближе к друг другу, перед просмотром в браузере или на телефоне включайте VPN. Это всего лишь три шага для вас, ну а для нас это куча денег, тачек, тёлок и подгузников. Смотрим ролик. Всем привет, друзья! С вами Димас Блок и наконец-таки переходим к новому формату. Купил я две жигулишки, одна чуть получше, вот эта, она стоит 50, это 40. Основная наша задача будет поехать на максимально дальнее расстояние. Кто на какое уедет дальше, тот получает 500 тысяч рублей. Мы скинулись и кто-то просрёт 250 косарей. 250 косарей. Ещё самое главное, в одной из тачек, которая херовая, есть подарочек. Если он поймёт, что это за подарочек найдёт его, мы уж спрятали. Ну пойдём покажу, пока его нету. Подарочек спрятан здесь. Здесь 10 литров бензина, 95-го. По бензу, как он заканчивается? На метрах 30 проедет. Мне самому стрёмно, я вообще на жигули не ездил. А у Шипа будет друг, который на всех этих тачках как раз-таки сам любит подрифтить, что-то поделать. Здесь какая сосечка. Это самое чёткое. Тут, по сути, нету минусов. Тут есть даже, это что это, воздуховод кто-то дует и он охлаждает мотор. Короче, эта тачка круче, но тут нет бензина. Ну как, он есть, но на какой-то период времени. Закончится. Надо будет жопой своей торговать на трассе. Всё, из минусов тут, по сути, нет ничего. Она реально круто едет. Вот с той тачки просто песец. Запах просто чудесный. Из минусов на этой тачке, то есть, если ты едешь и не выжимаешь полное сцепление, ты на трассе просто останавливаешься. Ну вот это самое шикарное. Вышел, чисто помыл окошки и обратно воткнул. Так должно быть, да? Всё, всё нормально. Вообще, я на той хочу. Я надеюсь, мне та выпадет. Так, ну что? Шип приехал! Два часа ждал! Погнали смотреть, сейчас всё покажу. Ему полная пи***а. Я заряжен на все обоймы. Во-первых, у меня с собой ствол. Во-вторых, у меня с собой дымовая шашка. И сейчас мы проколем у меня колеса на машине. Что, как ты думаешь, какая лучше, какая хуже? Ну, короче, давай я сейчас жеребие достаю. Смотри, над жеребием я заморочился очень сильно. Просто кусаешь. Та, которая маленькая, вот эта тачка. Та, которая синяя. А, то есть синяя лучше? Синяя лучше. Я просто на шару вытяну сейчас. Вот так вот. Соня всё сливается от меня. Это наша тачка, бро. Ладно, всё, короче, решили. Получается, это моя тачка. Почему? Я тебе по глазам читаю. Чего? Тебе будет с самого начала плохо. Почему? Узнаешь. Кажется, они что-то спалили. Валим, 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 поехали, поехали, бро. Езжай, езжай, прокалывай. Мне колесо продырявило. Вот пидорас. Пидорас. Пидорасина. Мы не договорились даже, правила не сказали никакие. Что он хотел сделать, стекло разбить? Мы им колеса прокололи. И уехали, да, наверное, уже? Куда они уедут? Давай остановимся здесь, я выбегу и кинуем шашечку. Не стреляй! Стой, стреляй, мой! Кирпич! А ну, пошел! Садись, бро, х**, ты стоишь! Да, я им продырявил. Поехали, Дэшин, монтажки. Что ножа у меня не было с собой? Мы даже не договорились, правила не кинес. Он даже, наверное, точку, он не знает, как пометить, откуда он начал. Нам разбили за них, Николай. Музахник в плечо, в плечо он попал. Реально? Ох**, давай выкинем его. Ну все, пошли домой. Узнаем, докуда они доехали просто. Годи, манюш. Вообще лужи, да? Мы доедем до них хоть куда-нибудь? Колесо прям уверенно проколол? Да. На сколько они там? Все, пусть забыл уже про колесо. Резину, да, надо менять? Конечно. Хорошо. Я не знаю, реально, шиномонтаж 230 метров. О, рядом. Тима мне вчера пишет. Соня, все будет максимально безопасно, осторожно, аккуратно, вообще не волнуйся. Мы еще не выехали, эти придурки уже с пистолетом, кирпичом. Ну, чуваки, почему я пистик свой не взял? Я бы ему так очко прострелил, придурку. Это ужас. Надеюсь, нас не заберут с пробитым окном. Здесь току везде валяются. Гад какой, прикиньте, хотел разбить окно нам. Хорошо, что мы тоже гады и подготовили. За шиворот чуть кирпич не положил. С таким колесом только так, да. Он мне второе колесо не продырявил случайно? Одно, да, только? Бро. Слушай, мы просто снимаем выпуск. У меня я без денег. Я не знаю, чем я могу, может, помочь. Как я могу колесо сам поставить? Возможно ли это? Я могу что-то свое там из одежды дать. Танцевать, спеть. Суть в том, что мы снимаем ролик. У нас две жигули. Кто дальше на этих жигули уедет, тот побеждает. И нельзя пользоваться ничем, что у меня есть примерно. Деньгами. Но у меня есть, я могу что-то отдать ценой. Завтра приехать и обменять это на деньги. К примеру. Хорошо? А подсказать сможешь, если что? Просто, что делать? Я думал, мы по-честному будем. Сейчас меняем колесо тогда. Что это с этим делать вообще? Я тебе даже правила не объяснил, ты уже херню наделал. Что? Мы никак не можем пользоваться нашими деньгами, друзьями. Деньгами. Друзей. Своими соцсетями. А еду, если купить? Еду, если купить, зарабатывать на трассе. У тебя нет денег. А как я бензин бесплатно найду? Я бензин бесплатно найду. Ну вот, вот так. Я вот сейчас колесо бесплатно буду менять. Ну давай, фарту тебе. Давай. Короче, наши правила заключались в том, что я не могу своими деньгами никак пользоваться. Все, что вот дано, ты на этом должен в самую даль уехать. Не подскажете, что можно сделать? У нас нет запаски. Нам колесо продырявили. Но завтра можем. Я могу что-то взамен оставить и завтра перевести деньги за колесо. Ставь сторонку для начала. Ну давай, окей. Не, я теперь настроен серьезно, я его сделаю. Надо понимать, что они быстро не могут теперь ехать, потому что у них дует. И если их машину менты остановят и они увидят дырку, то они машину должны конвисковать. Поэтому у нас есть шанс. Ну, короче, без денег это полный жопа. Здесь еще не зеркалит. Это очень тяжело. Я не знаю, где мы будем бензин брать. Типа, если нельзя пользоваться ни социальными сетями, ни чем, вообще без понятия, где брать. Придется вот так вот стоять. Да, эти хреста ради. А что делать? Как без денег быть? Стрём. Ну иди туда, выпивайся. Иди реально на трассе, гоните бабки. Блин, где бабки взять? Реально, работы всего нету. Самой это вроде ровненько осталось. А вот как снимать, я уже не помню. Но нам повезло. Я думал, на этом моменте мы остановимся и все. Серьезно говорю, мы бесплатно сейчас меняем колесо. А как ты колесо бесплатно нашел? Как он за 30 минут нашел колесо бесплатно? Мне кажется, это невозможно. В смысле это... Че? Она так будет ехать? Там просто воздух внутренне качали, это как? Реально? Ну да. Не, я не понимаю просто, как это работает. А просто там машина сейчас так и есть. Спасибо большое. А сколько вообще стоит это все примерно? Такое сделать? Перепортовка 13-й радиус, там копейки стоят. Ну, там 300 рублей получается. С учетом того, что ты сам снимал, ставил. Да не, не, это просто сколько вот ты берешь за это? Ну, если полностью все сам бы делал бы, на Жигуля 13-й радиус 300 рублей колесо придет. Я завтра приеду. Короче, договорились, все, я завтра приеду. И отблагодарю. 300 рублей всего такое стоит, прикинь, было сделать? А вот переднее колесо можно поднадую просто? Жесть, ощущение просто. Ну, я теперь настроен на *** его. Выиграть. Брат, дай проеду по-братски. Куда-нибудь мы точно на ней доедем. Здесь, правда, вот это шикарно, посмотри. Димас просто кинул кирпич, он сейчас валяется на заднем сидении. Короче, самая главная проблема сейчас, основная, у нас минут 30, наверное, точно запас есть. Из-за бойни, которая произошла. Нам нужно найти бензин. Я не знаю, где я его найду, потому что деньги мы тратить не можем. Социальные сети мы использовать не можем. Поэтому придется либо попрошайничать, либо отсасывать бензин, либо за бензин. Посмотрим. Мне кажется, нужно сзади убраться. Жесть. Шикарно. Соска. Ну, вообще, так-то норм. Не считай дырки. Короче, сейчас самое главное – это найти бензин. На остальное плевать. Походу можно понять, что она уедет нормально. Но для этого нужен бензин. Ну, нормально. Я думаю, в конце мы взорвем ее. Вон Петербург. Поехали. О, по платке построил. По платке? Да, Питер. Я делаю контент. Едем в соседние. Я делаю самое интересное, что вообще здесь происходит. Мне Дима сказал, поехали. Я говорю, зачем я тебе там нужна? В Жигулях. Он говорит, с тобой веселее будет. Я сейчас, чекайте. Пройдет минут 20, я усну до Владимира. Чипа уже бензин закончился, а у нас там канистра 20-литровая сзади. Я хочу взять салфетки, хотим взять штучки вонючки, чтобы вкусно было. Потратим свои деньги. Ну, это же не для дороги, типа, это так чисто для комфорта. Это уже моя личная прихоть. Так, что-то еще нужно нам вкусненького? Да. Нет, пока не надо. Здравствуйте, а бесплатно можно? Пожалуйста. Мы вам завтра вернем деньги. Третья ваша? Да. До Питера у них просто яиц не хватит поехать. Поэтому, в принципе, если мы до Талова будем ехать, мы победим. У нас нет бензина, короче, вообще, и нам нужно сейчас придумать, где найти деньги. Я только что звонил ребятам, и они говорят, Шипа, если будешь делать что-то с машиной, осторожнее, потому что сзади лежат вещи оператора, типа, наши. Я сейчас залезу к нему в рюкзак, в надежде на то, что я там что-то найду, хотя бы чуть-чуть денег, либо что-то, что мне поможет. Я потом ему все верну, завтра, когда закончится челлендж. Но сейчас мне никто не запрещал это делать, поэтому... Презервативы. Походу, нет денег. Здесь очень много кредитных карт. В принципе, до 500 рублей пид-код не требует. До 1000. Но если мы оплатим с картой, они сразу позвонят и скажут, что мы ахнили. Нужна наличка, нужно найти наличку. Хотя бы чуть-чуть. Чуть-чуть нашел мелочь. Чуть-чуть нашел мелочь. 3 рубля. 3 рубля не хватит. Так, короче, на крайняк у нас есть карты. Ножницы, зажигалки. 500 рублей. 500 рублей? Вот она! Жемем! А нехрен рюкзаки потом, если забывать. Так, у нас есть 500 рублей. Это очень хорошо. Это значит, что мы сейчас заправимся, и нам, в принципе, часа на два еще хватит. Короче, мы сейчас тогда заправимся, и все, выезжаем на платку и стартуем до Питера. Просто до Талова вперед, пока, я не знаю, пока время не закончится. 500 рублей – это хорошее начало. Очень хорошее. И еще у нас есть четыре кредитные карты. Мы можем сразу с четырех просто чик-чик-чик-чик вот так оплатить по 500. И у нас бензина хватит на Питера. Субтитры сделал DimaTorzok. Пассажир, пассажир вылетел, б***ь, из Жигули. 100 километров – это, конечно, круто и классно, но не на этой тачке. Ты когда разгоняешься, мне кажется, что у нее сейчас колесо отлетит. Прям без шуток, то, что у нее могут колеса просто отлететь. Выруби! Не крутит? Пиздец! Пойдем направо скатим ее. Заводим ее! Тягай, тягай, тягай ее! Тягай! Тягай! Дотяни ее! Давай попробуем, столкача, давай! Давай! Тяни, тяни! Давай! Первые проблемы! Что с ним делать, с этим аккумулятором? На новый менять? У нас еще один есть, у нас подарочек в этой машине, хорошенький. Это Евгений, я с ним, короче, балаклавы делал. Мы разные, короче, штуки всякие мутим. Я ему помогаю, он мне помогает. И вот я его пригласил поучаствовать. Он мне все эти тачки привез. Короче, помог мне, жесть как. Ну-ка, давай, пробуем. Сейчас заведется, смотрите, ласточка моя! Недолго в ИЗГ играла, да? Недолго, мы торток врубили. Пацаны, быстрей! Ну, с***, дверь открыта была. Подожди, полетел просто. Я в это везла. Во Владимир мы херачим, вот, но если мы доедем, если куда-то дальше, то вот мы, Владимир, у нас остановочка, там Сонина родители. И после мы куда-нибудь туда дальше. Чисто перекусим, а то хавать хочется. Дай еще один, давай, раз, два, давай. Короче, мы через всю Москву ехали по пробкам, потому что мы едем на платку именно до Санкт-Петербурга. Вот, мы почти уже выехали на нее. А ребята выехали на дорогу, которая едет до Нижнего Новгорода. Это была ближайшая трасса, поэтому сейчас они логически уехали дальше намного от нас. И типа нам нужно их как-то догонять. Мы им сейчас наберем, скажем, что у нас закончился бензин, что у нас нет денег, что мы встали где-то посреди трассы и будем, короче, жестко зачесывать им в уши, чтобы они подрасслабились. Потом еще раз через полчаса им наберем и скажем, мы до сих пор стоим, короче. Ну, чтобы они чисто на чиле заехали в ресторанчик, куда-нибудь. А мы в этот момент тапку в пол и полетели! Чёрные глаза, чёрные глаза, чёрные глаза. Смотрите как! Для чего она нужна? Вот, представим, метель. Чисто! Хоп! Попал! Почистить кроссовки, Соня. Вот, аккуратненько, с кайфом. Шип, чё, как дела? Шип! Ну, ты чё, где? Едете? У нас машина дымится. Дымится машина? Мы тебя зарядим чуть-чуть. Ю, вдох так! Пахнет Диор! Я искал тебя вечно! Вот и Диор! Шипусечка, ну всё, мы тебя зарядили, давай! О! Чуваки, но по реакции Шипа, не знаю, фальшивит он или нет, но он грустный. Он грустный, что мы едем. А вот так всегда, когда гадость делаешь, тебе это потом воздаётся. Вот так вот, вот так! Вот так вот, вот так вот, вот так вот! А у кого бензин есть? Ладоседан! Падлажан! Билл-сюм, 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 билл-сюм! Давай! Мы её трахаем полностью, по полной сегодня! У-у-у! Кто-то шип не берёт, расстраивался. Видимо, сильно расстраивался. Мы просто снимаем, мы без денег, без всего. Едем, у нас один бензин. Нам уже чувак колесо проколол, ножом. Если что-то, чипы как-то можете помочь, будет круто. Нам надо максимально далеко уехать от одной точки и победить одного человека. Не поможет ли никак? 5 рублей, 10, там, 15. Мне так стрёмно, если честно, деньги просить. Я никогда такое не делал. Я обычно даю. Реально. Спасибо большое. Ну всё! Ещё на литр бензина сейчас достанем потихонечку. Спасибо большое! Хорошего дня вам! Считаем, сколько нам бабок дали. 10 рублей, 12, 13, 2, 23, 24. А, ну на литр даже не хватит. Полу литра. А надо минимум 5, да, чтобы, сколько там? Минимум 5 обычно заправляют на заправку. Это сколько? По 40 рублей, да, сейчас тебе не надо? 200 рубасов ищем. Соня, жопой трясём и всё. Мне кажется, ну, они отстают. Жёстко. Мне кажется, он думал, что мы проколем колесо. Просто, просто ничего дальше не будет происходить. Мы целый день будем как-будто его чинить. И он просто дома там отдохнёт. Мне кажется, у него такой ролик там получился. Соня, оказывается, Аня докладывает, что мы делаем. Так Аня, беременная, твоя жена, моя любимая подруга. Короче, Димас только что 13 минут назад мне звонил. Я ему сейчас перезвонил и скажу, что у нас закончился бензин. Мы стоим на трассе. И, короче, что мы попали в полный блудняк. И не понимаем, как отсюда вылезти. И это его немножко подрасслабит. Они заедут куда-нибудь в ресторанчик, там, покушать или что-нибудь ещё. И в этот момент он просто тапок в пол до Питера остался в 400 километрах. Не берёт. Сейчас с Соней наберём. Солё. Короче, нам пизд***. У нас бензин кончился. Мы устали на трассе. Посмотри, мы в б***нях. Ближайшая заправка 70 километров. Заправка хотя бы. Лол. Ну, я не знаю, сейчас придумаю, что там. Тапку в пол, пацаны! Короче, когда мы уже выиграем, когда мы уже доедем до самого конца, я вот так вот, вот так вот, с сигареткой сяду вот так. Скажу, алё, Дим, чё вы где? А он скажет, ну, где-то 200 километров от Москвы. Я такой, охренеть, мы 100, ну, типа, 150, скажу. И они там порадуются немножечко. Я им включу фейстайм просто напротив статую Петра Первого. Скажу, здравствуйте, дорогие! Что, у нас первая остановочка, пользуемся бесплатными сервисами. Пока шип там с тачкой разбирается, мы решили остановиться, чтобы наша малышечка отдохнула. Соня тоже устала. Орехов Зуева. Это примерно почти центр между нашей точкой. Сейчас надо будет завести опять эту малышку, если она заведет с первого раза, то... Ну, видишь, шикарно. Мы выигрываем. Пока что мы ведем, мне кажется, мы ведем. Потому что у них раз, это задымилась машина, они замедлились. Потому что ей нужно отдохнуть. Особо многом с колесом парились где-то минут 15 от силы. Поэтому мы сейчас, я думаю, ведем. Че? Че такое у нас? Опять он не заводится ни хера. Полностью села, вообще даже не реагирует никак. Сейчас аккумулятор мог накрыться полностью. Сейчас нужно будет либо прикуривать, либо сейчас попробуем завести. Давайте, пацаны! Сильней! Короче, мы сейчас будем тачку толкать. Потому что все, приехали. Давай, те, че делать? О, ни хера с Соней. Ни хера, Димас, давай! Давай, 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 давай. Жесть. Вроде завелась, все, кайф. Опять встал. Не, ну че вы хотите? Два пацана, он мотоцикл чинил, все вытащил. Я утром выезжаю, ни домкрата в машине, ничего. Сейчас она заведем, сейчас посмотрим, она, ну, она держит зарядку или нет. Хер, я ее заглушу больше. Пиздец. Надо кого-то на тросик попросить. Да не, никуда не, просто завестись. Она заводится просто, вот это, сел. Чуть-чуть ее. На тросик и все. А? Так у меня не получается с толчка. У нас один раз завелась и потом заглохла. А у вас тросик есть? Порвалась. Порвалась? Да. Он, короче, спешит, говорит, я уже не могу, сори. Поэтому надо еще искать. Вообще ни хера. Да пошла она в жопу, эта машина. Нахер я сказал тушить ее. Ехала бы и ехала. Че она кому мешала? Короче, ребята, косвенно нас узнали. Ну как, я сказал, кто мы, типа. Он говорит, ну я, типа, знаю. Все, я понял, примерно, кем вы занимаетесь. Стоп, стоп, стоп. Запомните этот момент. Тут я косвенно воспользовался именем Шипа. Но водитель согласился помочь не из-за этого. Смотрим дальше. И он такой, ну ладно, погнали. Подброшу. Я им рассказал, что мы снимаем ролик. Он такой, давай, по-моему, нельзя будет четко сейчас оближать. Мы все равно в ту сторону едем. Поэтому они нам помогли, вот сейчас тянут. Как стремно так близко ехать с ними. Чуваки, мы едем дальше. Два часа потратили. Да. Главное это движение. Похер, что у нас багажник открыть. Мы на заправке номера оставили. Ну, мы спереди вот эту вот херню сняли. Там номеров нет. Так, ну что, ребятки, нас тянут. 30 километров плюсом еще. Потом мы как-то договариваемся с чуваком, который по запчастям. Не знаю, получится у нас нет. Второй раз это уже. Поделились с нами тросиком один человек, который первый раз прикуривал. Говорит, свой, ладно, если получится, вот вам. Я ему рассказал тоже ситуацию. Всем рассказываю ситуацию, что у нас происходит, что мы там гоняемся. Ну, блин, я не знаю, добрые люди. Пока что добрые люди, они попадаются. Некоторые просто отказывают, но, типа, без этого никак. Как я хочу хавать. Как я хочу еще выиграть. Потому что этот ублюдок мне нормально так вначале повредил. Психику. Я думал, ну все, что за ролик получится. Короче, продолжаем. Все четко. Мне на самом деле все вообще нравится. Не знаю, ну, были скучные моментики. Три часа мы ломались с этой тачкой. Зачем? Я не понимаю, зачем я это сделал. Зачем я сказал просто ее заглушить. Они говорят, что они где-то 100 километров от Москвы уехали, но мне кажется, они гонят. Короче, у нас хорошая фора. У них заглохла машина. Мы им позвонили, сказали, чтобы они не торопились. Поэтому уверенно сейчас едем дальше. Я вас уже люблю. Спасибо большое. Вон в автозапчасти. Да. Там все есть. Мужики, спасибо большое. Сейчас будем решать. Ладно, ребят. Да, спасибо большое. Сюда и там все. Хорошего вам дня. Ну, давай пойдем узнаем, что сможет сделать. Сейчас почку надо будет отдавать. Последнюю. Ну, они говорят, типа, будет круто, конечно, если сюда перегоните. А так сейчас они хотят отпустить тачку вот эту. И потом с нами уже. Ну, все. У нас, короче, остается доехать до Владимира. И, скорее всего, рублей 200 найти. И все. И все. И мы доехали. Я-мое. Это вообще изи. Но если мы выиграем, я буду праздновать. Но это вправляется вроде. Дима сказал, если хоть что-то пойдет не так, я тебе вызову такси домой. Я сплю тут в бензине уже просто с ног до головы. Знаете, куда мы сейчас едем? Мы сейчас направляемся в квартиру к моей бабушке. Я говорю, а куда ехать? Ты говоришь, ну, в любую рандомную сторону просто нужно 200 километров, типа, профигачить. Я говорю, так поехали до Владимира. Как раз 200 километров. И видишь, какие добрые люди в этом направлении. В общем, ребята посмотрели тачку, нашли проблему и решили бесплатно нам помочь. После я подумал, если я доеду до точки, я просто подарю им машину. Пацаны уехали максимально. Мы уже во Владимире, ребят. Что за фигню они творят? Я вообще в шоке. Мы, короче, решили, потому что мне шип не отвечает. Я решил написать оператору. Спрашиваю, все ли нормально, потому что не отвечают. Он пишет, что такое, да, трубку никто не берет, нам привезли бенз. Нам привезли бенз. В смысле, нужно самим только. Но мы же стояли. Выкручивается и ловить попутку. Они бесплатно договорились. Как можно бесплатно, чтобы им привезли бенз договориться? Что за бред? С кем договориться? Ну, типа, позвоните, мы договорились, что бесплатно привезли. Даже кто-то заплатил еще за бенз. Кто-то заплатил. Ну, короче, какая-то херня. Но будем смотреть, если реально, как они договорились. Он не сможет мне это объяснить, ситуацию. Но если узнается, что за бабки, то он проигрывает. Просто и все. Короче, пока что нам ребята помогают все делать. Все просто, я не знаю, такие крутые чуваки опять попались. Я не знаю, что сегодня за день такой. Но я хочу им предложить отдать им машину в конце ролика. Я постараюсь с ней ничего не сделать. Потому что я хотел разбить, либо еще что-то похер, не знаю. Но она нахер мне не нужна. Может быть, кому-то подарить. И я просто сейчас предложу ему, что скажу, давай я тебе отдам тачку. И все. Я думаю, они согласятся. Они вообще ничего не хотят. Сами не требуют. Я им просто рассказал ситуацию, они такие, давайте, ладно, поможем. И все. По этому номеру прислать координаты. Где я ставлю? А ключи я спрячу и скажу, где. Короче, я не знаю, как нам так везет. Но второй раз помогают на данный момент бесплатно. Но я договариваюсь, что я эту тачку, как привожу на конечную точку, она мне, по сути, уже не нужна. Кто-то звонит мне. Мама. Да, мам. Ну что вы там, все отсняли? Нет, мы около Владимира где-то. А ты вообще ел что-нибудь? Хочешь передать что-то шипу? Я? Передать? Да, ну что, правильно ли он поступает, либо нет? Вся ситуация тебя как-то не напрягает? Конечно, не напрягает, что он из травмата в тебя стрелял. Но надо что-то сделать с этим. Ну надо что-то сделать, надо как-то... Мы как-то отомстим ему или нет? Нет, я думала, что нужно его простить. Спасибо большое. Давайте. Спасибо вам, дорога. Спасибо вам. Сейчас мы бенз еще найдем и все, и мы точно доедем. Давайте вам бенз нальем. А, да? Ну давай, что отказываться? Нет, нет, что ты... Чего? Нет, все нормально. Держи. Это на бензин. Так что выиграли, точно доехали. Спасибо большое. Соня, мы 500 рублей еще дали, прикинь. На. Я просто никогда бы не подумал, что мне еще 500 рублей починят машину бесплатно. 500 рублей дадут. Песец. Где вы такое видели вообще? Я заработал денег еще. Всю канистру мне заправили. У меня поднялась температура, мне очень холодно, у меня сопливит нос, и я не хочу никому подходить. Меня это бесит. Надо сразу, короче, просить больше. Извините, а у вас не будет 500 рублей? Извините, а у вас не будет 100 рублей на бензин? 100 рублей не будет на бензин? Подайте Христа ради, тервонец золотой. Извините, а у вас не будет 100 рублей на бензин? У меня тоже. Извините, а у вас не будет денег на бензин? Немножко нам не хватает, а мы встряли, короче. Рубля 500. А у вас аличка или как? На карту? Давайте посмотрим. Ну что, ребятки, мы во Владимире приехали к маме или к бабушке. И сейчас похаваем, и потом решим, как тачку отдадим чувакам. И как вообще обратно? Не, ну шип там посасывает 100%. Хотя, чем там за него едут? Я спал, звук, бам! И все, проснулся, стоим на обочине. Короче, все, приехали, почти доехали до Питера. Интересно, сколько осталось ехать до Питера? Осталось ехать полтора часа. И все. Я не знаю, что делать, у меня температура, короче, поднялась жестко. Димас, у нас взорвался мотор. Вы дальше не сможете ехать уже? Дальше нет, я думаю, финалочка. В смысле, так вы еще будете пытаться или нет? Нет, думаю. Ну мы не успеем уже никак. Мы вообще впи***ть. Нам до Питера час остался. Вы уехали нормально. Давай. Давай. Мы отдохнули у мамы, покушали. Кайфы поэловили. Сейчас подрифтим на этой тачке, посмотрим, что она вообще может. Отдаем тачку мужикам, я им позвонил. Они сейчас приедут. Как раз 0-0, мы в 0-0 заканчиваем. Проехали мы, конечно, 200 километров всего, но что поделать. Так, ну что, теперь главное выжить. Так, все, давай вручим тачку. Давай. Не, это зверь, а не машина, я считаю. Но теперь нужно прощаться с ней. Давайте зафиксируем, где мы. Белый дом города Владимира. Это Алексей, она ваша. Спасибо. Я не знаю, что вы будете с ней делать. Мы ее поставим в сервис. Реально? Да. Мы снизу еще подпишем, что это от тебя. А-а-а. Можно даже расписаться на ней. Короче, ладно. Прям подпись. О, как жалко тачку. На. Реально? Ну да. Че, мы на ней ехали просто так? Время 0-0. Мы заканчиваем. Звоним Шипу. Ну что, мы стопаемся? 39, наверное. Все, стопаемся. 0-0. Да ладно. Мы стоим и ждем эвакуатора с Великого Новгорода. Подожди. Ну-ка, стой. Реально, сколько вы проехали? Потому что я не верю, что вы... Реально, я локацию кинул. Мы проиграли? Получается. Все? Поздравляю. Но мы доехали до Владимира. Мы до Владимира. Я чуть соврал тебе. Я думал, ты мне соврал, и я тебе тоже соврать решил. Поэтому мы в Владимире. Нам 2 часа. Короче, вот на такой веселой ноте мы заканчиваем ролик. Мы сейчас находимся в Великом Новгороде. Нас довезли на хер пойми куда. На стоянке мы скидываем, короче, тачку. Сейчас пытаемся поехать в какой-нибудь ресторан, который работает еще хотя бы до часу ночи. Посидим там, короче, и поедем на попытки в Москву. Часов в 9. Дай бог утра завтра будем в Москве. Не знаю, посмотрим, короче. Всем пока. С вами был Игорь Шип. Короче, в любом случае, это было очень круто. Просто жесть. Я, честно, не ожидал, что после пробитого колеса мы в Москве куда-то проедем. Но мы проехали 200 километров. Это много. Я прям рад. Посмотрим, как Шип там выполнил все правила. Все правильно он или сделал, или нет. Короче, пусть зрители сами посудят, кто достоин победы, кто нет. Потому что, ну, по километражу все верно. Шип выиграл. А по честности мы не знаем. А по честности не знаем. Не знаем. Будем смотреть ролик, будем монтаж, потому что я не знаю, как у кого что произошло. Вот судите сами. Пишите в комментариях, кто выиграл, по вашему мнению. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы, на Сонькины все тоже соцсети. Большое спасибо всем. И этой тачке, что мы доехали просто. Все, прощай, мой дьявол. Посмотрев монтаж, я нашел несколько моментов. Но и я оказался не без Гришка. Первый момент. Друг Егора поехал в Питер по платке. Вопрос как, если у него нет денег. По платке построил. По платке? Второй момент. Егор купил еды на заправке. Этого делать нельзя было. Потратим свои деньги. Ну, это же не для дороги. Типа, это так чисто. Третий момент. Они остановились на заправке и, скорее всего, заправлялись. И только после взяли вещи оператора и нашли там деньги. У меня поставили, да? Это вашу третью. Переходите в мой телеграм. Там вы проголосуете и определим вместе победителя. Узнаем, кто же забрал 500 тысяч рублей. И разыграю среди вас 10 тысяч рублей. И ссылка на телеграм в описании.